умение получать рекомендации поможет вам безгранично расширить круг своих знакомых и наполнить свой день встречи для того чтобы получить рекомендации мы обращаемся к своим знакомым или к тем кто нам отказал здесь мог быть два варианта знакомые обратитесь к своему знакомому с такими словами я начал интересный бизнес ты мог бы мне помочь знаешь ли ты кого нибудь кто заинтересован в дополнительном доходе в ответ вы услышите да знаю одного возможно при этом он будет иметь ввиду самого себя а с чем это связано вот вам и живой интерес и готовность дать несколько телефонов действуйте по желанию спрашивайте рекомендации у тех людей которые не принимает ваше деловое предложение или даже враждебны к такого рода идеям вы могли бы попробовать сказать что-то вроде я понял что вы сегодня не заинтересовались моим предложением но вот о чем я вас попрошу дайте мне имена трех людей которые заинтересованы в дополнительном доходе и я вас больше не побеспокою достаточно честно возможно что вы и не получите рекомендации но вы используете этот шанс если же вы никогда не просите о рекомендациях то мы можем поручиться что вы не получите их никогда задавайте такие вопросы которые помогут собеседнику вспомнить о нужных вам людях кто из ваших знакомых хотел бы заработать дополнительные деньги кто ненавидит свою работу кто ненавидит своего начальника кто из ваших знакомых хотел бы иметь дополнительный доход при сохранении его существующей работы кто хотел бы сменить квартиру на дом кто из ваших знакомых любит путешествовать кто хочет дать своим детям хорошее образование кто из ваших друзей хочет начать собственный бизнес и вы получите достаточно рекомендаций чтобы проводить встречи и развивать свою команду вот что еще нужно учитывать при звонке изредка называйте собеседника по имени человеку приятно слышать свое имя это подсознательно способствует взаимопониманию старайтесь подстроиться под темп речи собеседника дайте ему понять что вы его внимательно слушайте не молчите если человека с которым вы хотите связаться нет на месте обязательно просите передать ему что вы звонили может быть ответного звонка и не последует но ваше имя уже будет на слуху четко произносите слова не читайте свою речь по бумажке у вас должно быть продумана линия разговора соответствующими записями но не стоит составлять текст дословно говорите дружелюбно и по деловому избегайте в своей речи слов паразитов не нужно запинаться и постоянно произносить это раздражает и портит впечатление от разговора лучше просто сделать паузу во время разговора вы можете стоять или даже ходить это придаст голосу больше решительности и энергии будьте доброжелательны и говорите с энтузиазмом так как он всегда помогает увлечь за собой звоним по рекомендации и так у вас есть номера телефонов которые вы получили по рекомендации здесь все очень просто вы используете авторитет человека который дал вам телефон надеемся что имидж у него хороший я звоню вам по рекомендации ваш знакомый сказал что вы предприимчивый человек а я как раз ищу таких партнеров для бизнеса это очень серьезная тема поэтому я предлагаю встретиться и обсудить все подробно я сегодня создаю свою деловую команду именно поэтому и предлагаю вам встретиться и все обсудить я недавно приехал ваш город ваш телефон мне дала ольга из уфы мне интересно было бы встретиться с вами так как я никого не знаю в этом городе я занимаюсь бизнесом в области образования и благосостояния о чем вы хотели бы узнать в первую очередь это серьезная тема я предлагаю встретиться завтра в 18 или в 20 часов во сколько вам удобно делайте звонок не забывая структуру разговора берите и у этих людей рекомендацию если в ответ на свой рассказ вы услышали возражение не интересно возможен ответ а вы не могли бы мне сказать что именно вам было не интересно чаще всего в ответ можно услышать слухи о сетевом маркетинге чаще всего они будут о том что сетевым маркетингом на самом деле не является назначайте встречу на ближайшие 48 часов то есть на завтра или в крайнем случае на послезавтра если встреча планируется на более поздние дни то скорее всего она не состоится вовсе скажите например следующее хорошо я позвоню тебе в начале следующей недели скажем в понедельник вечером и мы найдем удобное время чтобы встретиться ну и конечно же позаботьтесь о том чтобы в течение телефонной беседы вас ничто не отвлекало ни громкая музыка не лай любимой собаки не звон посуды который супруга или муж моет на кухне звонки по холодному рынку по клубному каталогу или списку любителей хобби в другом городе я давно занимаюсь разведением английских кошек и знаю что люди нашего круга всегда интересуются дополнительными доходами я занимаюсь бизнесом и сейчас расширяю свою команду люди с вашими навыками зарабатывают в нашем бизнесе очень большие деньги вы можете делать звонки любому даже совершенно незнакомому человеку в этих случаях вы можете быть особенно смелыми и открытыми ведь этот рынок безграничен кто не согласен я не виноват мы с вами лично не знакомы но я думаю что мое предложение может вас заинтересовать я занимаюсь бизнесом в области обучения финансовому успеху и хочу пригласить нескольких партнеров варианты ответов да это интересно отлично встречаемся в 18 часов а если нет мне это не интересно а вы знаете людей которые хотят улучшить свое финансовое положение и так постепенно вы становитесь профессионалом для которого телефон это мощный инструмент по привлечению кандидатов в свою команду вот еще несколько правил соблюдая которые вы сделаете процесс приглашения и сами звонки очень эффективными решив сделать телефонные звонки не растягивайте это удовольствие сконцентрируйтесь и сделайте сразу один за другим подряд 5-6 запланированных телефонных звонков это займет 10-15 минут времени и не заставит вас переживать готовясь каждому следующему звонку если телефон занят или не отвечает переходите к следующему главное продолжить начатое назначая встречу не спрашивайте когда вам удобно встретиться предложите заготовленные сроки на выбор вам удобнее встретиться во вторник до обеда или в четверг после обеда это очень действенная техника называется выбор без выбора в вашем распоряжении всегда должно быть два варианта например мы можем встретиться завтра или послезавтра в начале или в конце недели завтра отлично тогда завтра в 12 или 18 во сколько тебе удобно мы предлагаем человеку возможность выбора и в то же время направляем его в удобный для нас вариант человек будет в этом случае чувствовать что он сам делает выбор а это делает разговор более легким будьте в курсе свободного времени вашего вышестоящего партнера если вам недостаточно его временных ресурсов то обращайтесь к следующему анализируйте свою работу для записи своих переговоров используйте диктофон слушайте свой голос это очень полезный метод самоанализа если вы научитесь извлекать уроки из собственных ошибок то процент ваших удачных звонков значительно увеличится если по какой-то причине встреча с гостем отложилась все равно используйте освободившееся время для встречи со своим партнером уделите время анализу ситуации планируйте цели и так далее есть несколько иллюзорных методов работы которым привержены некоторые новички эти методы не работают по многим причинам поэтому мы только обозначим их я разошлю смс сообщения своим знакомым и все придут я расклею объявления или разошлю имейлы и буду ждать звонков кто захочет тот сам позвонит мне такие методы не только не работают но и во многих компаниях сильно караются за нарушение этики ведения бизнеса бывает новичок задает и такой вопрос а что будет если я приглашу гостя на встречу с партнером или на презентацию а сам не приду ответ такой в этом случае у вас есть риск подпортить отношения с партнером а также вызвать массу вопросов у вашего гостя например интересно а какое отношение он сам имеет ко всему этому наверное он хочет протестировать на мне эту идею поэтому приглашая человека на встречу вы сами на ней присутствуете чтобы стать профессионалом как можно быстрее рекомендуем посещайте события школы семинары учитесь у лидеров компании которые раскрывают темы бизнеса на основе своего опыта и ежедневной практики и тогда появится шанс что вы не так часто будете спотыкаться о грабле неудач разбросанных на пути к вашему успеху вот еще несколько заготовок которые могут вам пригодиться как приглашать сетевиков мы работаем в одной индустрии и я уверен что вы человек коммуникабельный интересуетесь современными возможностями сетевого маркетинга вы же знаете что по телефону мы не рассказываем о бизнесе поэтому давайте встретимся для любящих поболтать может пригодиться и такой вариант несмотря на то что мы с тобой обсуждаем многие вещи по телефону сегодня это другой случай поэтому я предлагаю встретиться бывают и такие вопросы которым нужно быть готовым это связано с продажами это командный бизнес я знаю что тебе это понравится именно поэтому я тебе и звоню это млм нет это командный бизнес я приглашаю тебя на встречу со своим партнером в этих случаях слово нет вполне уместно так как люди часто не до конца понимают что значит это словосочетание мы с удовольствием все объясним при встрече но не по телефону еще один вопрос насколько много надо делать приглашение и проводить встреч рекомендуем не растягивать это удовольствие тем более что список имен у вас очень большой советуем такой бизнес режим шесть семь звонков каждый вечер плюс один звонок своему вышестоящему партнеру для вопросов и коррекции как минимум пять деловых встреч в день и держите этот темп 91 день подряд так вы сможете выработать хорошую привычку такой подход позволит вам держать темп который обязательно даст прекрасный результат и ценнейший опыт и так ваш гость должен понимать кто его приглашает куда и зачем цель звонка выполнена назначена встреча для обстоятельного разговора распечатайте материалы которые представлены на странице урока пусть лист заготовками лежит перед вами когда вы делаете звонки а теперь давайте прорепетируем пару вариантов телефонных звонков алло здравствуй ольга это тебе звонит андрей копылов мы вместе учились а здравствуй ты сейчас можешь говорить у тебя есть пара минут не я сейчас занята но не очень свободно хорошо я могу перезвонить тебе через час или скажем завтра вечером так будет лучше а о чем ты хочешь поговорить если бы я мог рассказать тебе по телефону я бы рассказал предлагаю встретиться и все обсудить на месте и все таки что это за дело я же говорю что не могу об этом рассказать по телефону и к тому же ты сейчас занята поэтому созвонимся в другой раз ну хорошо созвонимся завтра я позвоню тебе завтра в 21 00 всего хорошего до связи делаем запись в ежедневники и перезваниваем в точно оговоренное условленное время приглашение второе алло здравствуй виктория это тебе звонит александр иванов а привет ты сейчас можешь говорить да что ты хотел я нашел прекрасный способ как зарабатывать деньги надо встретиться и поговорить об этом ты очень предприимчиво и коммуникабельно и сможешь хорошо преуспеть тебе это понравится а что конкретно ты предлагаешь а виктория я ценю твое и свое время именно поэтому приглашаю на встречу с человеком который сможет все это рассказать тебе удобнее в понедельник или во вторник вторник прекрасно человек с которым я хочу тебя познакомить может встретиться с нами в этот день только в 12 дня или в 6 вечера тебе когда удобнее в 6 вечера и все таки с чем это связано если б я мог рассказать тебе об этом по телефону я бы рассказал встретимся на нейтральной территории есть замечательное место в центре города кафе отеля пирамида ты его знаешь да отлично наш разговор займет 40 минут приди пожалуйста вовремя хорошо итак вторник в 18 часов кафе отеля пирамида договорились удачи делаем запись в ежедневнике и еще кое-что будьте быстрыми работой со своим списком имен ведь ваш список скорее всего пересекается со списком других людей и как часто случается вы приходите на презентацию а на ней видите того вашего знакомого которому собирались позвонить только на следующей неделе но он уже прилашен другими хотя мы склонны считать что наши грибы в лесу всегда будут нашими все же приступайте к их сбору немедленно желаем вам результативных звонков удачи удачи удачи